Значит, сразу к делу. Была у человека Mazda CX-5 2017 года, 5 лет катался на автомобиле, решил продать, как говорит японское, ведро и купить себе, ребята, вашему вниманию, Танк 300. Прямо сейчас мы познакомимся с владельцем, послушаем, что он нам расскажет про этот автомобиль, почему вообще пал на него выбор, сколько он стоит, прокатимся, и для вас будет интересна информация, потому что на сегодняшний день это, можно сказать, горячая новинка. 15 марта, говорят, автомобиль поступил в официальные продажи, вот уже первый владелец, подчеркиваю, частник. Не реклама, не компания, хотите, покупайте, хотите, не покупайте, классное, не классное, вот мнение свое вы напишите в комментарии, поэтому не будем размазывать кашу по тарелке, начинаем прямо сейчас. Приятного просмотра. Знакомьтесь, владелец автомобиля Василий. Василий, Вась, ну давай начнем вот обратно, Mazda CX-5, японский автомобиль, который очень востребован в нашей стране, ты говоришь, продал японское ведро и купил себе танк. Настоящий лакшери, премиум китайский, ну не лакшери, а просто премиум автомобиль. Расскажи, что было не так с Mazda, почему ты говоришь, что это ведро? Не, я бы не сказал, что это прям совсем ведро, ну, по крайней мере, с первых дней, например, я слушал в ней музычку, да, и она постоянно тарахтела. Мне постоянно пытались исправить, вот эта мелочь, но музыка Боус, она считается премиальная. А я иду в машине, я хочу наслаждаться не только машиной, но и звуком. Чаще всего я включаю музыку на погромче, ну не то, что погромче, просто насладиться кайфом, насладиться жизнью, насладиться музычкой. Идут у меня постоянно тарахтить, тарахтить, тарахтить вот этот сверчок, который никак таки не вывели за пять с половиной лет. Вроде бы мелочь, но приятно, есть осадочек. Потом шумоизоляция, там, несмотря на то, что она, в принципе, была неплохая, она была лучше, чем в прошлой комплектации. Здесь она стала получше, но даже с этой машиной, со стоковой шумоизоляцией, она не сравнится. Здесь просто потрясающая уже заводская шумоизоляция. Это тоже меня зацепило. Пять лет и практически 120 тысяч пробега было на Мазде. За это время какие-то поломки были? Конечно. Рассказывай. Четыре раза электропривод и зеркал меняли по гарантии за первые три года. Потом я просто-напросто отключил эту функцию, чтобы она больше не ломалась. Ну, все, без гарантии машина слетела, хватит. Потом сервопривод пятой двери там тоже сломался, но, как говорят, у них была отзывная компания. Они потом еще несколько машин поменяли. Они заржавели, через два с половиной года просто дверь перестала закрываться. Я просто не смог закрыть. Поехал к дилеру, поменяли. А так бы мне это стоило 77 тысяч. На дороге не валяется. Потом что еще? А все остальное там все идеально. Все четко. Только воду заливал. Больше я ничего не знаю. Мазда на самом деле потрясающий автомобиль. Вот так вот если разобраться, ну, в плане, что движение, блин. Значит, про Мазду мы кашу по тарелке размазывать не будем. Прекрасно вы все помните, что и я про нее снимал огромное количество серий. В свое время на них облазили колесные диски, меняли ролик ремня натяжителя по гарантии. У людей облазили рули. Плохое качество кожи сиденья тоже плохое качество кожи облазили. Это все менялось. Были ситуации, мы снимали, и до сих пор люди пишут, что коробки нагибались. Но в целом машина хорошая, востребована. Вот просто послушать, как размышляет человек, который 6 лет откатался на японцах и с удовольствием пересел на китайца. Она слишком простая. Если сесть в салон Мазды сегодня, она вообще ничего не поменялась. Вот она сейчас новая рестайлинга вышла, по параллельному импорту сюда идут, по 5 миллионов за нее просят. По-моему, это перебор, мне кажется. Не знаю, как вы считаете. Таким образом, ты продаешь автомобиль, но при этом, владея им, ты уже начал присматриваться к автомобилям. Вот давай пробежимся. На какие машины ты смотрел? Два года я уже присматривался. Сначала я смотрел на Джиле Тугела. Она меня очень зацепила. Вот это китайский стас. И о том, как уже к китайцам присматривался. Не знаю, почему, но как-то конъюнктура к ним что ли шла. Во-первых, цены были более-менее тогда еще адекватные. А потом цены вообще полетели в космос. И просто-напросто на европейские бренды, на немецкие, японские. Просто перестал смотреть. Но цены улетели реально в космос. Что там выбирать за эти деньги сейчас? Прадик ближайший. 7-8 миллионов 4-х литровый, если выбирать. Потом Mitsubishi Pajero Sport. Они подешевле, но она слишком простая. Хотя, по сути дела, это тот же Mitsubishi Pajero Sport, только в китайской обертке. Возможно, даже и двигатели это их до сих пор. Потому что Грет Волк с ними очень тесно сотрудничали еще в Китае. И до сих пор сотрудничать, насколько я знаю. Chang'an Unique выбирал. Тоже не понравилось. Не то, что не понравилось. Мне не понравился подход официальных дилеров. Потому что машина пришла по RRC 3550 на 3570. Я пришел в салон, говорю, все, я пришел за машиной. У меня озвучивают цифру 4900 за допы. Я такой, что-то перебор. А почему по RRC-то нельзя? Ну, или хотя бы там плюс 100, плюс 200. За наличку только так. Кредит, трейд-ин, базара нет. Мы, может быть, до 400 мы опустим. В итоге я развернулся, ушел. И перед самым Новым годом, значит, когда я уже услышал о презентации танка в России, я понял, что больше искать ничего не надо. Во-первых, мне понравилось название машины. Это первый китайский автомобиль с нормальным названием. Они просят его называть танк, а мне нравится танк. Да и все его будут называть танк. Друзья, ну согласитесь, в обилии этих привезенных автомобилей сегодня и глаза разбегаются. Плюс ко всему, вторичка, та же самая история. Начинаешь читать объявления, все идеально. Ни бит, ни крашен, хранился в гараже, пылинки сдувал, машина выходного дня. Знакомо вам такое? А мне еще нравится, когда пробег 300 тысяч, состояние около новой. Вот, привезенный автомобиль. Японец из Арабских Эмиратов. Как вы думаете, в каком он состоянии? Может быть, капот крашен? Язык вот проверяешь. Так неправильно. Значит, смотрите, вот в кармане за хвостик тянем, и у нас появляется прибор Корсис, толщиномер. Профессиональный прибор для автоподборщика. Я вам про него уже неоднократно рассказывал. Он работает из коробки. И все, что нужно, включить и проверить. Доверяй, но проверяй. Смотрим. Капот. 245, 243, 250. И вот по этим показателям можно сразу подумать, он даже показывает нам, да, индикатор идет такого в желтизну, что это ненормальные показатели. Потому что показатели вот должны быть порядка 85, ну 100 микрон. А говорит это о следующем. Водитель, купив автомобиль, владелец, сочнее, не водитель, затянул капот в пленку. Опа, уже знаем. Вот, обратите внимание, здесь даже на пыли сейчас видно. Вот пленка здесь лежит. То есть, бьем. 238, 82. Ну, примерно, значит, такой же показатель плюс-минус был бы и с капотом. Вот, видите, зеленый индикатор, все хорошо. Здесь такое желтизну отдает индикатор. Соответственно, не все хорошо, но объясняется пленкой. И вот так, самостоятельно, без лишних вот этих вот проездов вам по ушам, что да все хорошо, все хорошо, зачем смотреть, вы в течение пяти, ну, может быть, десяти минут можете обойти и посмотреть автомобиль полностью. У этого прибора есть огромное количество фишек, фонарик, турборежим. Он издает специальные звуковые сигналы, когда другой металл. Короче, это прибор профессиональный, и он должен быть в кармане у каждого человека, кто связан с автомобилями. Поэтому ссылочка ждет вас в описании. Покупайте ей, пользуйтесь на здоровье. Ребята, для вашего понимания, автомобиль оснащен полным приводом, изначально который идет задний, подключается передний. Под капотом нас встречает двухлитровый турбовый мотор. Клиренс у автомобиля, что немаловажно, 225 миллиметров это заявлено, но при этом вы можете обратить внимание на свесы и понять, что на этой машине изначально недурно куда-нибудь и в лесочек выехать, о чем Василий мечтает этим летом в Карелию. Человек сам с Карелией. Значит, смотри, расскажи, заявленный разгон здесь 10,6 секунд, но ты изучал машину, ты многое про нее знаешь, говоришь то, что ребята разгоняют ее около 9,7. 9,7, 9,6, да. И это опять же на 92-м или на 95-м бензине. Ну, там была проверка на 95-м. Я заливаю 95-м, можно залить 98-й сотый, мне кажется, она и за 9 пойдет, потому что динамика у автомобиля реально ощутимая. То есть я, в принципе, по динамике ничего не потерял с Mazda CX-5. 2,5 литра турбо. Ой, блин, турбо, просто 2,5 литра. Ребята, ваши комментарии я всегда читаю и зачастую говорят. Вот эту машину, во-первых, ты купил за 4 миллиона 100 тысяч рублей за наличку. Тебе дали ряд допов, ты договорился, подарочек тебе сделали, оценок никаких не было. Вот здесь такой вопрос. За 4 миллиона 100 тысяч рублей купить китайца, который только пришел, вообще непонятно, да он завтра у тебя весь сломается. Ты в лес заедешь, он у тебя встанет на ровном месте. Китаец это говно. Зачем он нужен? Ведь есть Паджеро, ведь есть там тот же самый Прадо. Да, он подороже, но это Тойота. И все из этого вытекающее. Вот ты, владелец, отдал свои деньги. Ответь, пожалуйста, людям на вопрос. Паджеро, минимум 6 миллионов новое нормально будет стоить сейчас. По параллельному Умперу, без какой-либо гарантии. Правда, то же самое, только за 8 миллионов и больше. Ну вот, стоит с вами. Бывочники продаются. Ну, как тебе идем? Заяхал посмотреть. Ну, грязно. Как поведет себя этот автомобиль с точки зрения технической части, я уверен на 95%, что наверняка у него какие-то болячки в дальнейшем обнаружатся. Какой-то заводской брак будет. Ну, посмотрим. Люди будут кататься, эксплуатировать, делиться своими отзывами. До всего этого мы дойдем с вами в будущем. Ну, а мы двигаемся дальше. Оснащение китайцев, ну, это, как всегда, жир. Смотрите, круговой обзор. Есть. Оптика, ну, само собой, диодная. Есть. Противотуманки диодные есть. Парктроники есть. У тебя в данной комплектации с завода идут пороги. Обратите внимание, да? Ну, бесключевой доступ тоже есть. Рейлинги есть. Но в нашем случае, подчеркиваю, это самая топовая комплектация. И когда ты подходишь к автомобилю, так вот за ручку, да, берешься, ну, реально такой брутальный мужской автомобиль. Чем-то он похож, ну, лично мне, знаешь, так вот по кузову, немножко на Хаммер. Ты отмечаешь то, что Wrangler Jeep. Ну, вот тебя что в нем подкупило больше по внешнему виду, по интерьеру? Знаешь, я еще рассматривал Ford Bronco до него. Тоже вот как вариант, ну, совсем маленько. Единственное, что на Ford Bronco цена была там в районе 6 миллионов и пошло-поехало далеко вперед. Поэтому он тоже отлетел. Во-первых, параллельный импорт, Америка. Как бы не хорошо, не плохо, но цена, цена. Все в цену упирается. Народ голосует рублем, не забывайте. Да, рубль, самое главное. Когда я пришел у нее в салон вживую посмотреть, я увидел вот этот оранжевый цвет, вот эти круглые глазки, и она мне говорит, Васька, купи меня, Васька, купи меня. Ты понимаешь, она такая яркая, четкая, красивая машина. Где сегодня такую найдешь? Я не знаю, нигде не найдешь. Друзья, обратите внимание, колеса сами-то по себе 17-е. Это немаловажно. Но какой профиль шин идет мощно? Возможности для хода подвески большие. Передняя подвеска здесь вот на двойных поперечных рычагах, а задняя независимая многорычажная. Ну, передняя тоже независимая. Ну, присаживаешься, Вась, ты в машину, трогаешь ее за руль, за электроприключение передач. Что вот по материалам скажешь? Сел за такой прекрасный, красивый руль. Даже вот здесь они умудрились вроде бы строчку сделать еще, но она приятная. Эмблема танка, она красивый, четкий руль. По-моему, она от Havail Darga. Возможно. Врать не буду, не знаю. Вот эти дефлекторы. Мелоча приятная. Да, где-то кто-то говорит под Мерседес. Я в Мерседесе никогда не сидел. Слишком мало зарабатываю для этого. Но это красиво. Вот эти часики, мелоча приятная. Мониторище огромный, да? Сколько там дюймов? 12,3, по-моему. Ну, он огромный. Вот поставим рядышком телефон мой, да? И вот этот вот один будет монитор. Ручка селектора передач. Да я первый раз в жизни вообще, когда ее увидел, я просто офигел. Это просто что-то из фильма, не знаю, «Звездные войны». Она реально необычная. Блокировки у тебя какие-то есть, да? Что-то подключается, да. Слушай, вот ты ключевой момент такой обронил фразу, что когда ты сел в этот автомобиль, это для тебя что-то действительно новое. Очень новое. Архитектура салона новая, да? Само оснащение автомобиля. Красиво. Все это зацепило. Вот эта строчка, вот эта аккуратность. Мягкий, вот этот приятный. То ли пластик, то ли кожа, я не знаю. Вот этот вот, он не маркий пластик. Это не глянец вот этот, как с корейцами. Там у меня немерено было в Мазде. У меня тоже был глянцевый, уродливый пластик, который меня просто раздражал. Здесь его, по-моему, нет вообще. Кроме монитора глянцевого. Его протер тряпочкой и все, и забыл. Вот эта шкурка нежная. Вот это реально, вот это, блин, на по. Вот это как в Мазде CX-5 Executive. Только там такое делают. А в Supreme нет. У меня было Supreme. Максимальной комплектации нет. Вот они, смотри, молодцы, как постарались, да? Даже вот здесь вот прошили какую-то штучку тоже из кожи, да? Это тоже красиво. Это тоже детали. Это мелочь. Но в 400 миллионов что сегодня купишь? А если сесть в прадик, а я сел в прадик, посмотрел, я же как раз там был, в основном острове посидел. Я вру. Я не посидел. Я открыл дверь и хлопнул. И ну просто невозможно было. Хочется за эти деньги, там за 8, за 9 миллионов, что-то более или менее красивого, приятного. Ты каждый день будешь сидеть в машине, управлять ей. И будешь смотреть в этот старый допотопный монитор, который там тысячу лет ему и графика там какая. Ну да, зато надежно. Ну надежно, надежно. Я не думаю, что эта тачка ненадежна. Она такая же самая надежная, как и любая другая новая машина, сегодня продающаяся у нас на рынке. Гарантию своей они отъезжают вообще без проблем. Что китайцы, что корейцы, что японцы. Без разницы. У Васи двое детей. Дочка 2 года и сыну сколько? 8 лет. 8 лет. Вот смотри, за тобой садится дочь в кресло детское. Дальше сын. Как по месту после Мазды сзади пространства? После Мазды единственный нюансик, да, здесь дверь открывается не так широко, как в Мазде. В Мазде там угол открытия был чуть побольше. Но зато перестала меня пинать дочь. Так. Заднее сиденье, потому что в Мазде у меня оставалось буквально там 15 сантиметров. Ну вот столько. За моей посадкой здесь у меня прибавилось целых 15, не знаю, сантиметров точно. То есть им здесь комфортно, им здесь удобно. Они сидят выше. Это тоже плюс к безопасности. Сын что говорит? Вот сын сел в машину. Сын вообще кайфанул. Он говорит, папа, у нас танк, и это очень круто. Я своим пацанам всем похвастаюсь, теперь у нас танк. Жена. Жена, когда ты приехал, Мазда CX-5, красивая машинка. Жена цвет украла, в принципе, вместе с сыном. Я-то хотел, может быть, и серенькую, или беленькую взять. Ну, жена говорит с сыном, давай возьмем яркую, красивую машину. Вот, вот, друзья. Видите вот эти детали? Когда я пришел у нее в салон вживую посмотреть, я увидел вот этот оранжевый цвет. Вот эти круглые глазки, и она мне говорит, Васька, купи меня, Васька, купи меня. Вася, пришел в салон, стоит оранжевая. С женой пришел в салон, стоит оранжевая, поэтому берем ее. А так-то я-то хотел бы серенькую. Ну, друзья, все мы люди семейные, с мнением жены нужно считаться. Супруги на пассажирском сидении как? Кайф. 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 По сути, дело то же самое, что и в Мазде, она говорит, ничего не потеряла. Единственное, что, да, обзорность выше стала. Комфорт то же самое, что и с Мазда, абсолютно один в один. Слушай, что по ценам на Каско? 86 тысяч рублей, но с учетом того, что мы страхуем машину на полный срок стоим, то есть весь год, если в стручей ДТП, нам выплачивают полную стоимость. А, с пасказгатом, короче, помню. Да, с фиксированной суммой, она обошлась нам в 105 тысяч рублей. А ты смотрел, по чем вообще ТО, там, первое, второе, третье? Слушай, еще не смотрел, Егор, который продавал мне этот автомобиль, сказал, через пару дней выйдет вот эта вот ерунда, как прайс, он мне его отправит. По задней части, вот смотри, какой у тебя здесь интересный багажник. Друзья, зацените. Колесико запасное, нажимаем на кнопочку, открывается у тебя дверь, ну, как на Прадо, по факту. Вот какие-то элементы от Китая. Для меня это, Дима, очень удобно, на самом деле. Я правша, вышел с машины, зашел, взял инструмент, тут же закрыл и пошел по своим делам. На парковку ходит торгово-центр, да, это, ну, вообще, в целом, говорят, там, машина, когда стоит неудобно, то есть, удобненько наверх, крышка. Ты что скажешь? Вообще никакого, вообще ничего не напрягает. По поводу самой вместительности багажника, то же самое, он такой же, как в Мазде, только единственное, что теперь можно под потолок без проблем накладывать. И никакой шторки снимать не надо, ее здесь нет. Вась, вот расскажи, стоя здесь, чем ты вообще занимаешься, где ты работаешь? Мебель собираю, монтажник. Ага. Вот люди посмотрят, скажут, монтажник, мебель, машину купил за 400, подчеркиваю, без кредита. Как такое возможно? Первое и самое главное, это надо не пить и не курить. Я вообще не пью, не курю вообще никогда. То есть, до 20 лет баловался, в 20 лет завязал и все. То есть, на этом только я сэкономил в год, ой, в год за 10 лет по миллион рублей. Нормально ты так пил, гулял. За 10 лет миллион рублей экономия. Плюс жена тоже, ни пища, ни курящая мне досталась. В этом плане мне тоже очень сильно повезло. И онлайн миллион сэкономил. А в итоге вот 2 миллиона купили Мазду в свое время. Да, да, может быть, там маленечко кредитнулись, я помню, было дело. Но быстро с этим кредитом рассчитались. А потом все, как-то научились пользоваться деньгами, научились считать деньги. Перестали брать кредиты совсем. Ну что, по-живому присаживаемся и отправляемся сейчас на наш мини-тест-драйв. Друзья, ну, первые жирные плюсы. Садишься в машину, подножка, высокая посадка. Это, безусловно, комфортно. Вот седанчик, нет-нет, да, надоедает. Вот это вот, садишься вниз, в машине сидишь хорошо, но здесь прям вот ты сверху, все ты видишь. Это шикарно. Понятное дело, что в силу клиренса и того, что автомобиль высокий, как бы Вася не говорил, что он там хорошо рулится, по нему чувствуется, что машина такая, вот она, валкая, она идет. То есть, ну, смотри, мы начинаем влево-вправо крутить. Ну, как в Паджерике. Ну, не как в Паджерике, да, но с седаном... Не сравняйся. Ну, понятное дело, понятное дело. 17-е колеса, вот такой профиль, она мега-мягкая. Вот в этом плане, конечно, ехать, пролежать. Вот эти лежащие полицейские, я вам отвечаю, я давно такого не испытывал, потому что нынче колеса ставят здоровые, резина тоненькая. Ты едешь, как вот на этой, на стиральной машинке, как говорят, вот этой стиральной доске. А здесь ты едешь просто, машины все проглатывают. В этом плане, вот для какого-то города с разбитыми дорогами, ну, мы сейчас это, конечно, потестируем, я думаю, это будет идеально. Но, по первым ощущениям, машина прям такая, знаешь, серии мега-комфортная. Ну, будем проверять. Блин, ну, пока по первым ощущениям, да, вот по дороге она прям реально плывет. Вот в силу вот этих колес здоровых с таким профилем шин, да, ну, друзья, это прям давненько я такого не видел. Это прям какое-то удовольствие. Ты вот садишься в автомобиль, тест-драйв какой-то проходил, или ты как его купил, просто по визуалу? Нет, я, во-первых, я пришел по визуалу, во-вторых, я пришел в салон, и у них как раз только что поставили белую машину по тест-драйву. Я прокатился просто по, у них там, по площадке, я даже на дорогу никуда не выезжал. Все, я сразу понял, моя тачка надо брать, да. Вась, вот эти вот разговоры, китаец, китаец, у тебя как-то вообще смущает страна, кто придумал машину? Знаешь, есть такой Дима, ну, как он называется-то в интернете, Дима, который, заминированный тапок. Так. Все по ую, все по ую, вот так вот, мне пофиг на чужое мнение, абсолютно, у меня есть свое мнение, и оно правильно. По расходу топлива, что скажешь? Ты знаешь, ну, там можно включить, посмотреть сейчас, больше 14 ни разу не показывала, я ищу Москва-город. То есть, Москва, трасса, Москва, трасса, где-то 60% по Москве и 40% по трассе, иногда чуть больше. Короче, друзья, по всем ощущениям, как вот машина себя ведет, ну, полноценный такой хороший внедорожник, в силу того, что в углы, ну, в повороты затяжены, то есть, лучше на большой скорости не заходить. То есть, все равно, как бы, после, ну, седана и, там, автомобилей типа Audi, BMW, Mercedes, он себя ведет иначе. Эта машина помягче. Но при этом, на этой тачке, вот мы сейчас едем, к примеру, мы могли бы, да, я вот камеру просто покажу, мы могли бы сейчас тормознуться, заехать сюда, и куда-нибудь туда в дебри поехать, покататься. Но этого делать мы не будем, потому что придерживаемся, в первую очередь, да, правил дорожного движения, вот этой ерундой не занимаемся. Опять же, как бы ты ни говорил, что эта тачка, там, вот, в леску отсесть, мне кажется, жалковато, ну, нихрена себе, 4 миллиона 100 тысяч, и потом еще где-то на ней кататься, а не дай бог, где-то чем-то зацепиться, ну, не знаю. Опять же, вот такие цифры на сегодняшний день, вот так вот стоит машина, 4100, но подчеркиваю, это комплектация премиум, самая заряженная, жирная, и, опять же, вот они, реалии города, стандартно. Когда мы не снимаем, как мы не пойдем, постоянно все стоит, как бы, трафик в Москве довольно-таки плотный. Вот по фишкам, по управлению, по нафаршированности, сама может ехать? Да. Какие у нее есть? Интертуальный круиз-контроль включил. То есть она будет сама останавливаться? Сама останавливаться, сама набирать скорость, какую установишь максимальную, дистанцию можно выставить перед машиной. Но при этом, я смотрю, контроля слепых зон нет? Нету, ну слушай, зеркала настолько огромные, что, по-моему, эта функция здесь реально не нужна. То есть, когда я вижу в зеркале хвост машины, да, то здесь она уже вылезла на всю половину, то есть за глаза хватает этих зеркал. Реально широкие, они скругленные, поэтому проблем нет. Друзья, обратите внимание, что у нас, получается, идет подогрев лобового стекла, ну, само собой, подогрев сидений, зеркал, руль с подогревом. Вентиляция, ну, короче, топ, жир, все, что хочешь есть. Отличная приборка, то есть смотришь на него, скажите, ну что, китаец? Вот по внешнему виду, как вообще графику нарисовали? Ну, кореец, современный, вот какие делают? Да кореец, по-моему, хуже, я в корейцах сидел, выбирал тоже среди них. Вот здесь тоже интересно сделано. То есть, ну, в целом, приятно, да, и согласен с тобой полностью, что вот эта фишка, когда не глянется, а вот так сделано, это гораздо лучше, гораздо лучше. Это супер, это практично. Да, а то покупаешь машину, она вроде бы блестит, и через неделю она уже все в царапку. И вот эта ручка, ну, реально, как гелик, вот чем-то похожа, вот эту вот, да? Ручку обшили кожей, знаешь, они постарались, как настолько круто. Да, по-моему, это реально шкура, вот это да. Блин, ну, по ощущениям, да, и так все, в принципе, добротно сделано, что тут вообще ничего не гулять, на некоторых машинах японских возьмешься, тут все ходит, там все ходит, здесь даже никаких щелей нету. Ну, по ощущениям норм, по ощущениям, я так скажу, по ощущениям рекламный обзор. Таки занесли денег, таки дали денег, предоставило представительству автомобиля, актера. Вот на самом деле, когда смотришь обзоры на разные тачи, когда слышишь название, что появился там новый автомобиль, танк, там, C300, еще что-то, ну, в первую очередь думаешь, что он опять какой-то китаец. Но когда ты садишься за него вживую, да, вот ты прокатился, почувствовал его, иначе все смотрится. Даже те же самые более простые версии, там, Cherry, например, я помню, как-то приезжали люди, ну, вот частники стоят, ты с ними общаешься, доволен машиной, да, да, вот, смотри, вот это есть, то есть. А у меня на предыдущей версии, там, какой-нибудь кореец был, такого не было, этого не было, а тут есть, и машина дешевле, то есть, ну, в совокупности все. Смотрите, в поток выходим, газку в пол с 20. Не сказал бы я, что он срывается, но опять же, у машины и вес 2 тонны 300, там, что-то килограмм, 2-200, но это тоже не хухры-мухры, нас три человека в машине, багаж лежит. То есть, для города, то есть, 0,60, 0,80, там, 20-80, она набирает вполне. На трассе, ну, это не для того, чтобы там 200 на ней лупить, вы должны это прекрасно понимать, эта машина больше вот. Для семьи, для нормальных, здоровых людей, с головой на плечах, не для гонщиков тачка. Ну, рассказывать вам о том, что у китайцев все отлично с графикой, это пустая трата времени, сами смотрите, включил заднюю, круговой обзор, все видно, понятно, то есть, во дворе или где-либо на такой машине, несмотря на ее габариты, парковаться будет одно удовольствие. Так ты еще расскажешь, какая-то фишка есть? Ну, так, разворот есть для веса, реально, когда очень в крутой поворот заходишь, маневирует между деревьями, приходится, включаешь, соответственно, драйв. Полный привод, и только потом танковый разворот. Ну, давай, включи. Надо отсутствовать смотреть. Так, 4H, блокировка задняя, и танковый разворот. И что теперь будет? Драйв, драйв надо включить, и, соответственно, поворачивает, она будет подтормаживать заднее правое колесо или левое колесо, зависимости от того, в какую сторону ты поворачиваешь. А, и то есть, в таком ключе, короче, у нас как бы угол поворота, да, я чувствую то, что оно прям держит. Да, да, да. Хера себе, короче, поняли? По лесу ты едешь, и вот там маневрировать начинаешь, казалось, тачка большая, но при этом у тебя есть такая фишка, то, что она тебя как бы чуть двигает. Ну, пацаны, что скажете? Вот для мужиков вот такая, это как вот, я не знаю, там, как игрушку, если купить, когда у тебя денег, да хрен, да нифига себе, почему нет? Многие покупали лэнд-крузеры, вот эти, там, базовые версии, для того, чтобы на рыбалку на них ездить, на охоту переделывать, вот. Ты мало того, что ты едешь в ней как человек, и по городу, и куда-либо, так у тебя фишек полно, и вот эти вот истории, ну, тоже, по-своему, интересные. Блин, ну, ты меня, конечно, удивил, вот эти вот танковым разворотом, блин. Еще есть какие-нибудь похожие фишки? Вот что-нибудь такое необычное. Прикольные? Да. Слушай, да нету больше ничего, понижайка только есть. Не, ну, в целом, тут и так, набор опций неплохой. Просто из любой каши выберешься, да и больше ты ничего, ничего такого удивительного. Давайте вот такой блиц вопросов стандартных. Вот ты купил себе китайца, который только-только появился на российском рынке, да ты его потом не продашь, на вторичке он никому будет не нужен, твое мнение по этому поводу. Ну, это же ерунда, мы сами знаем, залезем сейчас сегодня даже на вторую, посмотрим, почем продают трехлетние машины. Продают за те же деньги и даже дороже на сегодняшний день, поэтому лапша. Китай, 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 это хрень, лучше бы купил себе корейца, лучше бы купил себе японца и прочее. Немецкая машина тоже хорошо, твое мнение? Не лучше, потому что, во-первых, сегодня тебе без гарантии продают, да, гарантия доброй воли, там, один год или полгода, 60-50 тысяч пробега, ну, это ни о чем, просто-напросто. Поэтому я купил тачку с гарантией и доволен, на три года, на пять лет, скорее всего, она будет именно такой. С точки зрения того, что машина совсем новая и в наших реалиях ты, можно сказать, будешь одним из первых проходцев, не страшно ли на себе нести такую ношу, 4100, а вдруг что, а вдруг машина говно окажется? Да нет, вообще не страшно, во-первых, курс полетел снова вверх, сейчас не больше цены, как ты уже, Дима, сам заметил, пойдут вверх, поэтому, если что, продам за те же деньги, как минимум. С точки зрения эксплуатации вот такого автомобиля в городе, то есть, действительно, большая машина, во дворе парковаться, куда-то заезжать? Вообще без проблем, без каких-либо, я на ней себя чувствую комфортнее, чем чувствовал себя в мазице X5. А что сегодня брать-то, я вот так вот, если посмотрю, опять же, все зависит от бюджета, если у тебя есть 10 миллионов, почему нет? Вот, бери себе, вот, крузер Prada или, там, что там у нас есть, Cadillac Escalade, что хочешь бери, все дело вкуса. Если у тебя денег 4 миллиона, бюджет ограниченный, то тут надо присмотреться, опять же, зачем тебе машина. Если ты тут катаешься только по городу, то, наверное, тебе кроссовер, либо что-нибудь, универсал. А если ты ездишь иногда, хотя бы, как я в лес, по грибы, по ягоды, то это идеальный вариант, это просто идеальный вариант. А сейчас мы с вами запускаем новую рубрику. Но обратите внимание, зачастую люди снимают машины, делают обзоры, а мнение оператора никто не спрашивает. Хотя оператор полностью погружается в процесс, он машину смотрит, слышит, о чем люди разговаривают, и у него складывается свое мнение. Как вы знаете, в моем случае оператор это моя жена, с кем мы, еще девчонкой была, начинали снимать ролики, а? Время было. Вот скажи мне, пожалуйста, ты пришла сегодня, смотришь на эту машину, ты впервые ее видишь, такая, кто? Танк? В смысле танк? Вот внешний вид, как тебе, по первым ощущениям? Так, во-первых, всем привет, впервые я что-то говорю. Слушайте, я прилетела очень быстро, чуть-чуть опоздала, я не успела разглядеть машину, я просто не поняла, что стоит передо мной. Я подумала, то ленива, усовершенствована, так и было в моем мозгу, то ли это что-то новое, но я даже не поняла, чье это, ну, то есть, кто производит. Я сразу, первый вопрос, это что и кто, потому что я не поняла, что значок Т, думаю, так, ну, Тесла, это не Тесла, далеко. Ну, то есть, совершенно не было понимания, что это передо мной, но не впечатлило. Сначала я, как скептик, посмотрела, думаю, еще и оранжевая, что это такое вообще? Так, ну, тебе вот изначально, как бы, внешний вид, ну, что-то необычное, ну, так себе. Если брать, скажем, по десятибальной шкале, ну, на семерку, на шестерку с половинкой. Ну, это тоже неплохо, неплохо. Ну, потому что берет то, что это внедорожник, мой муж знает, я любитель внедорожников. Ну, вот подходим с тобой давай чуть-чуть ближе, смотри, мы присаживаемся в автомобиль, ты садишься сзади, ты видишь укомплектованность автомобиля, слышишь, какие там фишки есть, интерьер видишь, что внутри? Так, я как оператор, открыли дверь, и я сразу, мое дело помолчать, но я сразу такая, ух ты, ух ты, сразу уже мнение развернулось на, не на 360, но на 180 градусов точно. Обожаю панорамную крышу, она здесь есть, хоть и небольшая, ну, и это не панорамная, а как правильно. Люк, люк, люк. Люк, ну, для меня это тоже кусочек панорамной крыши, то есть небо, свет, плюс, как я люблю муж сказать, вот это вот все мне очень понравилось сразу. Сидя сзади, меня не вытошнило, для меня это огромный плюс. Это на самом деле хороший показатель, если ее не тошнит, то, значит, не особо укачивает. Хотя, несмотря на то, что машина как бы ведется такая, как лодка, но для города, вот так вот, для крейсерской скорости, когда ты не шашечник и заставляешь весь салон вытошнить, а когда ты нормально ведешь машину, управляешься, ну, это шикарно. Вот так вот, в целом, смотри, сиденье, все в целом красиво, да, так бы приятно. Скажем, все понравилось, да. Когда мы поехали. Да, не слайд, что все понравилось. Когда мы поехали, вот мы проезжаем неровности, тебе сзади, как пассажиру, в целом. Как это правильно сказать, чтобы не засмеяли, все проглотилось, правильно? Да, проглотилось. Все именно проглотилось, то есть не было такого, что я сидела и так, цок-цок, как на лошадке прыгала. Место сзади. Место сзади тоже мне понравилось, то есть, если у нас в нашей BMW мы едем не тесно сзади, очень тесно, то здесь шикарно. И ноги у меня, не как у кузнечика, коленки не задриты, потому что, опять-таки, это не седан. То есть, таким образом, откровенно говоря, ну, понятное дело, что, друзья, глупо будет, да, сравнивать седан с полноценным внедорожником, но вот так тебе после седана шикарно, да? Да, как раз глупо сравнивать, но из этих мелочей складывается комфорт. Для меня конкретно это комфортнее, чем седан, и внутри мне все понравилось, по визуалу особенно. Посадка, вот за счет того, что подножка есть, удобно? Да, потому что есть вот эта ручка, за которую ты держишься, и ты очень удобно так хлоп и запрыгнул туда. То есть, теоретически, смотри, у нас тоже ребенок, мы ставим вот эту часть, да? Ну, вот обратите внимание, да, вот я чуть-чуть пачкаюсь, потому что вот для меня минус, знаете, какой? Вот эту дверь вообще просто идеал, как в Хонде CR-V. Вот если бы она открывалась на 90 градусов, вот ее чуть дальше, вот это вообще цены бы ей не было. Потому что вот этот угол, и когда ты подходишь, ну вот здесь ты будешь ютиться, а в зимнее время, в грязную погоду, ну ты будешь постоянно пачкаться, это факт. Вот это, конечно, жирный минус. А если бы чуть как-то, вот они продумали бы, ну вот, чтобы здесь побольше было места, и дверь открывалась бы, это вообще идеал, потому что когда я тестировал Хонду, когда я вообще там месяц на нее ездил, казалось бы, ну что такое, ну дверь на 90 градусов, и чего? Вот, ну так, ну будет она чуть больше, это просто вот такой жирнющий плюс сразу. Смысл? Садясь сюда, вот я сажусь за Васей, Васе плюс-минус, ростом мы там одинаковые. Место тут вагон, ну реально. Ребенок, все, можно ехать, то есть, ну друзья, блин, честно вам скажу, честно вам скажу, никогда бы не думал, что будут мысли посмотреть на китайцев и задумываться, так же думать, ни хрена себе, а чем она хуже, например, какого-нибудь корейца. Ну есть корейцы, там есть японцы. По мне, лично мое мнение, что Китай, что Корея, вот, там нос к носу идут. В чем-то китайцы уже выигрывают. Ну корейцы, опять же, завоевали репутацию, их больше любят, к ним больше доверия сегодня, это факт. Но это сегодня, а завтра, послезавтра посмотрим. Короче, вывод, по 10-бальной шкале, внешний вид, интерьер, как машина ехала, вот, ты видела простор багажника, оценка? Из 10-бальной шкалы, сначала, когда увидела эта шестерка, но сейчас 7,5 твердо, после того, как мы прокатились. А чего не хватает в машине? Не знаю, наверное, я бы кузов изменил, ну, то есть, кузов, вот, из чего мы пришли к выводу, что сначала было 6,5 из-за кузова. Это не мое, может, это мужское, брутальное, а не мое. Ну, короче, более такого мужского брутального. Мне больше понравилось, по комфорту, по, то есть, интерьеру, все класс, снаружи она меня отталкивает. Мы приближаемся к логическому завершению, и нам остается сделать выводы. Ну, я уверен, будет ответ первый в комментариях, мол, 4100 это дохрена. Ну вот, пожалуйста, человек заработал, семья заработала, купила. Вы посмотрите просто, какие цены по Москве на все. Недвижимость, какие машины ездят, ну, скопление людей, у кого есть бабки. Такие же люди бывают и в регионах. Естественно, мы снимаем, показываем сюжеты, где люди совсем с другим достатком ездят на других автомобилях. Ну, вот такая жизнь, везде она разная. Честно скажу, когда он ехал, я вообще, вот, я слышал, что вышла машина, танк, ну, естественно, название громкое, бросается в глаза, 300. Ну, что она из себя представляет, я не знал. Он приехал, внешний вид, я местами согласуюсь, что это, прямо, действительно, такая брутальная машина, вот, прям, под мужика. По внешнему виду, прям, так оно и сделано. Ну, когда мы сели, когда мы прокатились, я вам, серьезно говорю, я немножко охренел от того, что, ну, это, прямо, мега комфортная машина. Это, мега комфортная машина. То, что она тебя не жмет, не теснит, и садишься, все классно. Prado, здорово, но 4-х литровая в хорошей комплектации, ну, Вася так и говорит, ценник будет совсем другой. А вот за 6, за 7, что тоже космос, это будет 2,7 бензин, который, мама, дорогая. Почему сравниваем с Prado? Ну, с чем еще? Давайте, Махав. Неплохая машина будет комфортная, на 2 миллиона тоже дороже. И так далее. По всем конкурентам, ближайшим пройтись, совсем другие деньги. Поэтому вот такая новинка. Посмотрите, прокатитесь, сделайте для себя выводы. Подчеркиваю, никто вас покупать ее не призывает. После просмотра ролика с вашей карточки не списалось ни рубля. Я вас лишь приглашаю подписаться на канал и в Телеграм-каналы, куда я делаю живые анонсы всего того, что мы снимаем. Про автомобили, пожалуйста. Про недвижку, пожалуйста. Подборки с машинами, с интересными ценами, пожалуйста. Ну и различные жизненные наблюдения касаемо канала. Поэтому, друзья, пришло ваше время писать ваше мнение в комментарии. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!